Добрый день, дорогие! Добрый день! Добрый день! Сборная команды Мегана Конголасского Улуса и Среднеколымского Улуса. Это у нас группа А. В соревнованиях в целом участвуют 12 команд, которые разбиты на 4 группы. В каждой группе по 3 команды. Представлю судей встречи. Первый судья Ефремов Аркадий, 1-я категория, город Якутск. Второй судья Кузьмин Афанасий, 1-я категория, город Якутск. Секретарь Иванова Айлина, 2-я категория, город Якутск. Помощник секретаря Слепцова Саина, Мегана Конголасский. Сборная команда Среднеколымского Улуса в светло-голубоватой форме. Сборная команда Мегана Конголасского Улуса в белой футболке. Стартовый состав сборной команды Среднеколымского Улуса. Первый номер Лаптев Сергей. Четвертый номер Парилов Валентин. Пятый номер Тарасов Нюргун. Одиннадцатый номер Бандеров Виталий. Седьмой номер Батюшкин Айсен, либера команды. Представление стартового состава сборной команды Мегана Конголасского Улуса. Восьмой номер Варнамов Джулустан, капитан команды. Первый номер Прохоров Игнатий. Четвертый номер Сергучев Вячеслав. Пятый номер Сепелев Алексей. Девятый номер Айал Аргунов, либера команды. Четырнадцатый номер Попов Максим. Второй судья проверяет расстановку команд. Вчера было проведено опробование спортивного зала. Напомню, что все соревнования будут проходить в спортивном зале Мондобинской средней школы. Хороший, просторный спортивный зал. Немножко жарковато, конечно. Но ничего. Двери... Обе двери открыты. Так. На подаче третий номер сборной команды Среднеколымска. Герасимов Андрей. Пандемия волнения чувствуется у каждого игрока, кто-таки ждали в течение четырех лет. Пандемия внесла свои коррективы в некоторые спортивные мероприятия. Сетку забивает визующий. Сборная команды Среднеколымска. И счет становится 2-0. Восьмой номер на подаче у нас Дюлустан Варламов. Капитан команды Мегана Конголасского. Илуса. Не справляется с приемом. Сергей Лаптев. И плюс три. На стороне Мегана Конголасского. Ошибается Дюлустан Варламов при подаче. Один-три. Георгий Сазонов. Шестой номер. И снова вторая подряд ошибка при подаче у сборной команды Среднеколымского. Николымского улуса. В трос попадает мяч. Нюргун Тарасов. Подача в прыжке. Простой перевод на сторону Мегана Конголасского. Очко. Завоевывает номер четырнадцатый. Продолжает подавать Нюргун Тарасов. Прием в третий метр. Несильная подача от Сергея Лаптева. Накатом в шестую зону. К этому удару не был готов Нюргун Тарасов. Второе очко зарабатывает команда Среднеколымского улуса. Два пять. Виталий Бандеров. Тоже подача в прыжке. И снова ошибка. При подаче. Шесть два. Первый номер команды Игнатий Прохоров. И снова ошибка. За короткий промежуток времени обе команды продемонстрировали многочисленные ошибки при подаче мяча. Но я думаю, что середина первой партии все стабилизируется. Волнение спадет. И Сергей Лаптев приносит своей команде очко. До второй зоны нападал. Грамотно перевел по линии. В обход нашел лазейку между антенной и блоком. И приносит команду четвертый очко. К сожалению, ошибается при подаче Валентин Парилов. Четвертый номер. Посылает мяч в аут. Плюс три. За Меган и Конголазским районом улусом сохраняется. Мяч не доводится до связующего. Команда Средневинска осталась без нападения. Блокирует третий номер Андрей Герасимов. Бережнов, извините. Андрей Бережнов. 5-7. Нападение через четвертую зону. Подключается Лаптев со второй линии. И приносит пятое очко своей команде. Но Сергей Лаптев это лидер своей сборной. Поэтому я думаю, что большая часть нападения будет проходить через него. К сожалению, опять же при подаче ошибается Сергей Лаптев. 8-6. 14 номер на подаче. Попов Максим. Первым темпом отыгрывает у нас очко Нергун Тарасов. Второй блок не успевает выпрыгнуть. И сам пошел подавать Нергун Тарасов. Пятый номер. 7-8. Не справляется с приемом. Волейболиста Мигангалка-Нгаласского. Доводка от Лаптева. Сбрасывает связующий. Третий номер. Нападать. В нападении. Достает. Достает мяч в защите игроков Мигангаласского района. Среднеколымского Улуса. Мяч выигрывает команда Среднеколымского Улуса. Простая скидка со второй зоны на вторую в исполнении Валентина Довлетова проносит восьмой очко. команды Мигангаласского Улуса. Осталось без нападения. Одиннадцатый номер. Бандеров Виталий сбрасывает мяч. Мяч от блока проваливается. Да. Не успевал центральный блокирующий к этому сбросу. Брейковый мяч выигрывает команда Среднеколымского Улуса. Девять восемь. И команда Среднеколымского Улуса выходит вперед. И, к сожалению, рисковал. Подавал по линии. Но попал в Вал. Девять девять. Одиннадцатый номер. Владислав Винокуров. Парень днёмся первого года рождения. Метр восемьдесят три. Один из тоже высоких волейболистов. Девять. Анголасского Улуса. Десять девять. Продолжает подавать Владислав Винокуров. Не справляется с приёмом четвёртый номер Валентин Парилов. И уже плюс два. За командой Мегана Канголасского Улуса. Не успел отойти назад. Валентин Парилов. Хороший мощный удар демонстрирует по линии Виталий Бандеров. И сокращает разрыв в счёте 10-11. Со второй линии нападают Меган Канголаский волейболисты. Четвертый номер Максим Попов. Подключение Лаптева. Мяч остаётся в игре. Либера переводит мяч в сторону среднекурнских волейболистов. Да, чересчур пас в сетку. Неожиданно связующий мяч пасует первому своему номеру Игнатию Прохорову укороченной. Укороченная передача. 12-10. Хороший приём. Чуть отведённый мяч от сетки. Команда Мегана Канголаская остаётся без нападения. Проталкивает между блоком и сеткой Валентин Парилов мяч. и сокращает счёт до одного очка. 11-12. Георгий Сазонов и опять ошибается. Второй раз подряд совершает ошибку при подаче. Пятый номер Алексей Шепелев. 13-11. в пользу Американ танголаских волейболистов. Мяч довели Сергей Лаптев от блока посылает мяч в аут сильным ударом. Мяч попал между блоком между рук крайнего блокирующего и улетел и улетел в аут. 12-13. От троса мяч попадает в сетку в поле. 12-12. Не был готов к этому связующий восьмой номер Дилустан Варламов. Думал мяч перелетает. Но мяч от сетки упал в поле. 13-13. Оставляют мяч в игре. Не стал рисковать Валентин Карилов. Первым темпом отыгрывают Меган Конголас и волейболисты. Но судья показывает что попал в Вал. Целовая подача. Не разобрались нападающие Меган Конголас команды. И это не прощают пятый номер Нюргун Тарасов. С третьей зоны нападал пятнадцать тринадцать. Впервые в этом сете волейболисты Среднеколымска выходят вперед на два очка. Подбадривают друг друга. Команда Среднеколымского Унуша представляет самый отдаленный район в этих соревнованиях по волейболу. Единственная команда которая пролетела ряд игроков пролетели из Среднеколымска. Я интересовался сегодня у игроков. Билеты говорят стоят на полярных авиалиниях 38 тысяч в один конец Якутск-Среднеколымск. Субсидированные билеты стоят 14 тысяч. Но говорят уже в российской продаже нет. Первый судья сделал замечание то, что нет ветоши протереть для протирки мяча. Руки потеют. Мяч тоже соскальзывает. Первый тайм взяла команда Милана Кондолазского Улуса. Продолжаем на подаче Виталий Бандеров 11 номер подача в прыжке справляется практически под 9 номер посылает мяч и выигрывает на своей команды очко. шестнадцать тринадцать свисток. Масей раз допускает ошибку Виталий Бандеров мяч переходит на сторону волейболистов Мегана Кондолазского Улуса. 14-16 Игнатий Прохоров на подаче не справляется с приемом Либера команда среди Колымского Улуса брейковый мяч Италии Игнатий Прохоров продолжает подавать Четвертую зону Либера оставляет мяч На ходе фиксирует касание верхней части сетки 16-16 Плюс три среднеколюнской команды растаяло ошибается Виталий Прохоров 17-16 Никто не хочет уступать у команды Мегана Кондолазского Улуса свои болельщики Блок зарабатывает 17-е очко для среднеколюнской команды Попадает в трос Максим Попов И снова везет команде среднеколюнского Улуса Мяч перекатывается от троса и попадает в поле Не успевает к этому мячу Иннокентий Андреев 19-16 И снова плюс три за среднеколюнской командой Валентин Парилов продолжает подавать настраивается к подаче силовая подача справляется с приемом Блок в исполнении сборной команды среднеколюнского но сильным ударом сильным ударом Максим Попов заигрывший команды Мегана Конголасского от блока посылает мяч вау 17-19 побоет Вячеслав Сергучев не ждал видать мяч игрок команды Мегана Конголасского Луса Сергей Лаптев стоя без прыжка переводил мяч в пятую зону выиграл очко 20-е для своей команды 11-й номер Винокуров Владислав выигрывает 18-е очко нашел несощищенное место на площадке среднеколюнской сборной вау посылает мяч Максим Попов и дарит 21-е очко команде среднеколюнского Луса пятый номер Нергун Тарасов начинается концовка первого сета не успел не смог оставить мяч в игре 11-й номер Виталий Бандеров от блока 19-21 11-й номер на подаче это у нас Владислав Винокуров подарок в исполнении Андреева Иннокентия переводя мяч по линии в первую зону отправляет мяч в аут искал наверное пальцы рук блокирующих не справляется с приемом Либера команды тоже не ждали не сдан не сдан негаданно мяч прилетел через сетку остается мяч в игре забрасывает за голову Белустан Варламов во вторую зону соперника и выигрывает 20-е очко 20-е 22 нестандартные розыгрыши мяча приносят очко каждой команде блок блокирует удар нападающего до игровщика сам нападал сам хотел оставить мяч Валентин Парилов но не смог 21-22 отключение первого первого темпа справляется с нападающим ударом Виталий Бандеров 23-21 отведенный мяч третий метр к сожалению не разобрались игроки мегано-конголазской команды мяч перекинули за сетку аж ушел Вал подарок очередной в исполнении сборной команды мегано-конголазского улуса еще снуться 24-21 заступ фиксирует второй судья мегано-конголазского мегано-конголазского первая партия как нет ошибся 25 очков выиграла команда среднеколымского улуса и одержала победу в первом сете молодцы ребята из среднеколымского улуса проявили характер проигрывая проигрывая первый начало встречи догнали и плюс 3 держали до конца партии обе команды отобрались у нас через первенство республики команда мегано-конголазского улуса встречалась в финале первенства республики сборной команды у солданского улуса проиграла и заняла второе место команда среднеколымского улуса заняла пятое место и отобралась на данное первенство что очень отрадно отдаленного отдаленного улуса старший тренер сборной команды среднеколымска Иван Павлов старший тренер сборной команды мегано-конголазского улуса играющий тренер аркунов аркунов паял лидера команды играет под девятым номером я думаю я думаю что сейчас игроки уже почувствовали площадку сетку почувствовали высоту спортивного зала я думаю что сейчас будут играть более раскованно свободно я думаю что меньше будут ошибаться при подаче подача полетела у обоих команд хочется отметить что у сборной команды среднеколымска района больше игроков подающих прыжки команда продемонстрировали неплохой прием ошибок при приеме практически не было пару раз ошиблись это особенно когда мяч через отсетки перелетал на площадку ребята настроились на второй сет на площадке 1-0 в пользу команды среднеколымского улуса подает команда Мегана Конгласского на подачи на подачи 14 номер Максим Потопов на площадку на площадку вышел либерэ команда 9-й номер Аяло Аргунов 0-0 активно центрального Конгласского улуса 4-1 4-1 Виталий Бандеров в первом сетке принес пару очков хороший хорошая подача и опять нападение через Сергея Лаптева Сергей Лаптев попадает в антенну 2-4 Игнатий Прохоров подает не справляется с приемом третий номер Андрей Андрей Березнов и счет сокращается до плюс одного минус один у Меганас Конгласских игроков продолжает подавать Игнатий Прохоров ошибается Сергей Лаптев И плюс 3 растаяли 4-4 не смог укротить нападающий удар Игнатий Прохоров мяч от его рук улетает в аут после нападающего удара Валентина Парилова 5-4 Валентин Парилов сам идет нападать и сам идет подавать подает в прыжке не справляется с подачей 5-5 5-5 Андрей Андреев Иннокентий хорошая доводка но не сильный нападающий удар то же самое демонстрирует нападающий удар переводом Максим Попов но выигрывает очко увидев то что трое блокирующих прыгает на него Жалтон перекатил мяч 6-ой зоны 6-5 Мегана Кангаласа выходит вперед намедлилась связующий 5-й номер Мирган Тарасов среднодородинской команды не поверил Мирган Тарасов что связующий даст ему передачу 7-5 блок одиночный блок оставляет Сергей Лактов выключился от данного эпизода игры не стал ставить блок не постраховывать своих блокирующих а так бы мог достать стояло рядом отвлекся еще еще тоже становится 8-5 в пользу Мегана Кангаласской команды где Лактов попадает Трош судья фиксирует 9-ое очко на стороне сборной команды Мегана Кангаласской Уводил мяч от блока первый тайм-аут берет Дорна Камага Мегана Кангаласской Луса при счете 5-9 Ребята вспотели да видно что душно посмотрим насколько пойдет на пользу взятый тайм-аут среднеколумбинской командой 9-5 на подаче Андреев и Макентин третий номер ошибку фиксирует Диана Лишки из-за неудачего непростительные сутки 10-5 сетки выдевает слезующий спиной у нас Георгий Сазонов и счет уже становится 11-5 разрыв катастрофически увеличивается а для сборной команды Мегана Кангаласской Луса это прибавка более агрессивно решительным действием и они это демонстрируют более агрессивно начали играть в нападении в блоке и это уже принесет свои плоды 12-5 плюс 7 на стороне Мегана Кангаласских игроков хорошая доводка перевод на вторую зону не стал нападать Сергей Лапков со второй зону просто перекатил мяч от блока между блоком и сеткой провалил мяч выиграл 6-ой очко 6-12 да посылает Сергей Лапков в мяч и дарит 17-ое 13-ое очко команде Мегана Кангаласского улица 7-ой номер на подаче у нас Егор Винокуров увы и он также по сожалению ошибается просит извинения от своих коллег Нюргун Тарасов и снова ошибка но при таком разрыве и с такими ошибками Сергей Лаповинский вспоминает команду и Сергей Лаповинский может второй счет проиграть Владислав Винокуров и опять обмен любезностями 7-14 8-14 14-й номер переводит мяч с четвертой по четвертую это у нас Максим Попов хороший акцентированный обводящий блок нападающий удар приносит 15-е очко Мегина Конголасской команде третья ошибка подряд волейболистов Мегина Конголасского улуса вторая ошибка подряд была у среди колымских игроков сейчас посмотрим как не стал рисковать пересур близко подошел к центру игрок сегодня Конголасской команды не успел среагировать на этот мяч Андрей Бережнов улетел от блока 16-9 Сергей Лапов нападает хорошее удар демонстрирует Сергей Лаптев практически поверх блока если мяч посудится ему по высоте и по темпу под него то он конечно не прощает смягчает мяч блок сборной команды Зелениколумбского УСА остается нападение через середину зону срывается с рук Егора Иванукова мяч и улетает вау высоко пальцами хотя он показывал что был блок Бандеров Виталий на подаче Эйс в исполнении Виталия Бандерова и очко 12 очко записывает свой результат началась погоня посмотрим рискует подает прыжке повезло Виталию Бандерову и в целом команде Средниколумбского УСА команда выигрывает 13 очко 3-й в прыжке 2-й Эйс 3-й 3-е очко подряд приносит команде своей Виталий Бандеров и сборная команда Мигана Конголасского УСА берет во втором сете первый тайм-аут при счете 14-16 Катастрофический разрыв плюс 7 минус 7 превращается в минус 2 представитель Мигана Конголасского своим игрокам рекомендует улучшить доводку до следующего 3-й 3-й подряд ошибки при приеме конечно это выбивает из колеи настрой команды однозначно после перерыва рискует нет не стал подавать сильную чуть-чуть не успел перевести руки центральный блокирующий мяч скользнув по тросу упал на сторону команды среднеколюбовского ЛУСА 17-14 чуть не ошибся центральный нападающий пробивая мяч переходящий мяч через сетку 18-14 и снова не справляется теперь не справляется с приемом игроки среднеколюбовского ЛУСА дважды подряд и третий номер Иннокентий Андреев был на готове к этому приходящему мячу просто взял и скинул несощущенное место на площадке Сергей Лаптев от блока посылает от двойного блока посылает мяч в аут 15-19 не успевает пристроиться центральный блокирующий к раннему блокирующему брешь образовалась между блокирующими которую находит Иннокентий Андреев и приносит своей команде 20-е очко сам пошел подавать 20-15 первый темп подключается среднеколюбской сборной оставляет Либера в мяч в игре со второй линии нападения не сильное Сергей Лаптев сам посылает в четвертую зону но к сожалению перестарался третий номер Андрей Бережнов не смог перекинуть через блок мяч попадает в сетку и 21-е очко выигрывает команда Мегана Конголасского Улуса второй тайм при счете 15-21 взял главный тренер Иван Лаптев это среднеколюбский Улус подача на втором Мегана Конголасской команде идет подавать Андреев Иннокентий не справляется с приемом Валентин Парилов четвертый номер Эйс зарабатывает свою копилку Иннокентий Андреев и приносит своей команде 22-е очко Либера команда оставляет мяч в игре сеточный мяч был на стороне Мегана Конголасской команды не смог укоротить было через близко мяч улетает Вал после нападения Максима Попова хорошо прием подключение первого темпа 11-й номер Владислав Винокуров пробивает блок ударом по краю блока приносит 23-е очко Егор Винокуров подает немного отведенный мяч Сергей Лаптев ошибается Сергей Лаптев не стал рисковать но не принес команде свое очередное очко 24-16 одно очко отделяет от победы в этом сете судья фиксирует ошибку при постановке блока чужой мяч 16-24 Мюргун Тарасов пятый номер ударит команде Мегана Конголасского улучшать 25-е очко вторая партия заканчивается со счетом 25-17 в пользу команды Мегана Конголасского улучшает счет в партиях 1-1 команда меняется площадками 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 После этой игры в 11.00 встречаются команды Чуропчинского и Татинского Улусов. Это у нас группа Б. В 13.00 играют команды Амдинского и Горного Улусов, группа С. В 15.00 Усалданский Улус СВФУ. В 5 часов встречаются Алёкминский район, Мегино-Кангаласский Улус. И в 19.00 встречаются Намский и Чуропчинский Улусы. Сегодня у нас 6 игр. Завтра тоже будет 6 игр. Параллельно идут игры Женских команд. Они у нас играют в спортивном зале села Чаран. Тоже практически такой спортивный зал, но чуть немного меньше. Игроки выходят на площадку, чтобы сразиться в третьем сете. Второй судья проверяет расстановку команд. Чуть-чуть не хватает у команды среднего Калинского Улуса доводки. Необходимо, конечно, исключить ошибки при подаче. Можно, я думаю, что в наших соревнованиях подавать можно и простые подачи, не ошибаясь. Если подавать, то надо подавать, как Виталия Бандеровна. По три подачи подряд выигрывает Эйсом. Свисток. Хорошая доводка. Через четвертую зону нападения. Блок был на месте у команды среднего Калинского Улуса. Игнатий Прохоров хотел от блока взмахнуть в аут, но не получилось. Очередная ошибка при подаче у команды среднего Калинского Улуса. Счет 1-1. Восьмой номер подает. Мяч перелетает через сетку. Подключение Игнатия Прохорова. Второе очко зарабатывает Игнатий Прохоров. 2-1. Продолжает подавать Джулстан Варламов. Снова не справляется с приемом. Грубую ошибку совершают игроки среднеколумбской команды. И третье очко в кармане Мегана Конголасов. 3-1. Подача. Снова Либера не справляется. Остались без нападающего удара игроки среднеколумбской команды. Подключение первого темпа. На этот раз Игнатий Прохоров задевает сетку. Опускаясь задел край, нижний край сетки. 2-3. Ведущий команды сегодня Колымска. Шестой номерной подачи. Георгий Сазонов. Посмотрим, будет ли он рисковать. Первый судья делает замечание ребятам, которые подают мячи. Напомню, игру судит первый судья Аркадий Ефремов. Второй судья Афанасий Кузьмин. Хороший нападающий удар в исполнении седьмого номера Егора Винокурова. С четвертой зоны. Да, хорошая доводка и по темпу, и по высоте. Очередное очко выигрывает команда Мегина Конголасского-Улуса. 4-2. К сожалению, ошибается Игнатий Прохоров. Центральный блокирующий команды Мегина Конголасского-Улуса. Виталий Бандеров. Подача в кружке. Исправляется с этой подачей либера команды Айала Аргунов. Мяч перелетал через сетку. Сергей Лаптев ждал этот переходящий мяч и выиграл четвертое очко. 4-4. Ошибается Виталий Бандеров. Мяч улетает. Вау. Хорошая линия нападения. Вот Мегина Конголасов вышла на передний край сетки. Высокорослые игроки. Блокирую Сергея Лаптева. Я говорил, высокорослые игроки сейчас впереди встали. 7-й номер Егор Винокуров. 11-й номер Владислав Винокуров. И за метр восемьдесят рост. Опускался. После блокирования Владислав Винокуров. И не успел перевести мяч. Руки на сторону соперника. Чуть раньше прыгнул. Ошибку допускает очередной раз Валентин Парилов. Хотел подать в прыжке. Но не получилось. 6-5. Мегина Конголас вышла вперед. Мяч снова не доводится до связующего. Подключение второй линии. Третий номер. Сдал этот мяч. Иннокентий Андреев. Приносит своей команде очередное очко. 8-5. Егор Винокуров на подаче. Снова среднеколумбинская команда осталась без нападения. Не могут довести мяч до своих нападающих. Пятая зона осталась свободной. Куда... Да. Через блок перебрасывает пятую зону. Третий номер Андрей Бережнев. И выигрывает шесточку. Мегина Конголаса остались без нападения. Подача... Передача во вторую зону. Андрею Бережнову. Переводил по линии. Попал вау. 9-6. Владислав Винокуров. Сергей Лаптев. 6-9. 7-9. Хороший нападающий удар со второй зоны. С 14-й номер. Максим Попов увидел свободное место. Не стал бить в блок. Сбросил во вторую зону. Не успел на этот подложить кисть под мяч Нергон Тарасов. С ним немного не хватило расстояния. 10-7. Остается мяч в игре. Сергей Лаптев оставляет мяч. Сам нападает. Судья показывает то, что был... Поле. После удара Сергея Лаптева. 8-10. Прием исполнения Аяла Аргунова. Органова. Аут. Блок. Один в один блокирует Валентин Парилов. Митвушкана Варламова. Валентин Парилов. Четвертый номер. Выигрывает очередное очко. И сокращает разрыв. В счете. Доведя его до 10-10. И снова Игнатий Прохоров в нападении. Практически играет в зону. И от блока мяч улетает. Вау. Одиннадцатый очко зарабатывает команда Мегина Конголасского-Улуса. Не успевает на такие переходящие мячи шестой номер команды Средневекомолюста Георгий Сазонов. Первый темп. Одиннадцатый номер подключался. Виталий Бандеров. К сожалению, ошибается при приеме либерокоманды Средневеколымского-Улуса Айсен Батюшкин. И счет становится уже 14-10. Проглазает подаватель Дзюзустан Варламов. Снова прием. Но Валентин Парилов попадает в мяч, попадает в поле практически в край площадки. В пятой зоне. Одиннадцать. Четырнадцать. Хороший прием. Ждал этот мяч по линии игрок команды Средневеколымска. Нападение через четвертую. Скидка. Просто перекинули мяч. Подключение первого темпа связующих подключал Бандерова Виталия. Чуть-чуть. Не в том месте и не в то время выпрыгнул Виталий Бандеров. Не дотянулся до мяча. И счет становится 15-11. Оставляет мяч в игре. Сетка. Блокирующего Миган Конголазского луса. Это у нас Владислав Винокуров задевает сетку. Виталий Бандеров подает. Но в этот раз ошибается. Ну и в будущем случае тоже после первой подачи допустил ошибку. В этот раз тоже сразу с первого за разу допускает ошибку. 16-12. Напоминаю, что идет третий сет. Счет в партиях 1-1. 1-1. 1-1. Очко зарабатывает Сергей Лаптев. И счет становится 13-16. Пока еще не все потеряно. У команды среди Николымского луса мы видели, как они, проигрывая 7 очков, добирались до минус 2. Ну и сейчас у них минус 3. Разыграли комбинацию крест. Мейно-конголазские волейболисты. Оставляет, остается, мяч в игре. Либера просто перебрасывает мяч в сторону соперника. И снова нападение через Андрея Березнева. Ошибка после нападающего удара Максима Попова. Делает счет 14-16. Ошибается связующий. Максим Попов. Переводил мяч за голову седьмому номеру Егору Гонокурову. Мяч улетел в аут. Блок. Ошибается Максим Попов. Попадает в трос. И первый тайм-аут в этой партии в третьем сете берет команда Мегина-конголазского улуса. Я вот и выводил. И счет стал при счете 16-16. Буквально две минуты назад я говорил, что сборная, там еще не все потеряно для сборной команды Среднеколумского улуса, что они могут выигрывать очки. С минус 7. Сейчас есть минус 3. Они уже сделали 0. Сравняли счет в третьем сете. Попускает команда Среднеколумского много ошибок при приеме и при второй передаче. Матч хорошо по высоте не доводится до связующих. Либо очень близко к сетке, либо отведенный мяч нападают. Нападают не получается сильного акцентированного удара нападающего. Хотел как лучше третий номер. Андрей Бережнов переводил в первую зону. Увидел, что номер 8 Дерустан Варламов подбежал под блок. Но, к сожалению, мяч направил в Вау. Справляется в защите Лаптев Сергей. Оставляет мяч в игре после удара первым темпом. Аут показывает Сидья. Андрей Бережнов нападал с четвертой зоны. Левой рукой. Но это говорит о том, что опять не тот мяч для него. Он нападает правой рукой. Там ошибка. 18-16. Подарок в исполнении Егора Винокурова. Минус один Сидья Кузьминской команды. Нападающий Сергей Лаптев. Капитан команды. Хороший удар в исполнении Владислава Винокурова по линии. Играли в зону за головой. Сыграли ребята. Получилось неплохо. И опять же нет приема. У команды из Среднеколымска. Но мы как раз не поняли друг друга. Связующий. И восьмой и первый номер. Игнатий Прохоров. Пролетел мяч. Восемнадцать-девятнадцать. Команды подходят понемногу к консовке матча. Сета. Сета. Восемнадцать-девятнадцать. Подает Нургун Тарасов. Блок пробивает доигровщик. Четырнадцатый номер. Максим Попов. Пошел сам подавать. Двадцать-восемнадцать. Первым. И опять команда Среднеколымска без нападения. На исполнение Мигана-Конголазских игроков. Подарок. В исполнении Геннадия Прохорова. Девятнадцать-двадцать. Да, очень много ошибок совершают игроки. Девятнадцать-двадцать. Хороший прием. Первый темп. Так, чуть-чуть не хватило оставить мяч в игре Андрею Бережнову. Игнатий Прохоров разыгрался в третьем сете. Двадцать-один девятнадцать. Переходит в первом рубеж команда двадцатый... Двадцати-очковый рубеж команда Мигана-Конглазского и Луса. С этим не согласны игроки Среднеколымской команды. Двадцатый очков зарабатывают третий номер Андрей Бережнев. Извиняюсь. Четвертый номер Валентин Парилов. И опять очень близко к сетке Сергею Лаптеву дали пас. Двадцать-один девятнадцать-один. Сергей Лаптев сравнивает счет в третьем сете. Двадцать-один двадцать-один. Через пальцы рук мяч улетает в аут. Тайм-аут. Второй берет команда Мегана-Канглазского у Луса при счете двадцать-один-двадцать-один. Послушаем о чем говорят игрокий команд. Улетки на лице игроков. Значит сил еще предостаточно. двадцать-один-двадцать-один. Подача на стороне игроков колумбской команды. Остается мяч в игре после плохого приема. Подключение первого темпа. Остается снова в игре мяч. И опять некачественная передача в адрес Сергея Лаптева основного нападающего. На этот раз связующий справляется с передачей. И Сергей Лаптев выводит свою команду вперед двадцать-два двадцать-один. и снова попадает вот этот же угол. Мяч незащищенный в глубину площадки пятой зоны. Не справляется с приемом. Надо довести мяч до игрока. Подключается Виталий Бандеров и двадцать-дторое очко. Двадцать-третье очко у команды Среднеколымского района. Очень высоко схватил мяч и сбросил в край второй зоны. Глубокий край второй зоны. Второй метр. Хороший прием. Да, немного не хватило оставить мяч. Игрокам Среднеколымской команды вроде бы блок смягчил нападающий сильный нападающий удар Игнатия Прохорова. Двадцать-один двадцать двадцать-два двадцать-три. Судье Лапкелс нападает. Блок смягчает мяч. Ау! Нет. Блок касания блока показывает Судье на вышке. Аркадий Ефремов. Да. Пальцами задел мяч Виталий Бандеров. Двадцать-три двадцать-три. Кульминация с третьего сета только начинается. Хорошая доводка. Первый темп. Подключение четвертой зоны. Без нападения. Скидка. Лаптев Сергей. И снова Лаптев Сергей. Блок отрабатывает из средней колледжной команды. Без нападения остается мяч в игре. Сергей Лаптев в адрес Виталия Бандерова. Виталий Бандеров рискнул и ударил с третьей зоны. Практически даже не видел будет ли блок. не стал ставить блок Владислав Винокуров. 24 23 Сейчас надо воспользоваться данной расстановкой. Пока основной нападающий Сергей Лаптев на передней линии. Бандеров Виталий подает силовую ошибается полистовал но ошибается. 24 24 Воперед ему ему надо пас пас чуть ближе к сетке когда попадает в трос мяч после удара Сергея Лаптева расстроился. Сергей Лаптев 25 24 нападачи Андрея Андрея Финокентий Он не получается с нападающим ударом. 26 очко зарабатывает команда Мегана Конголасского Улуса. В исполнении пятого номера Алексея Шепелева нападающий удар и третий сет выигрывает команда Мегана Конголасского Улуса со счетом 26 24 Да додавили ребят из среднекуринской команды Допустили меньше ошибок Очень хорошо неплохо начал доводить прием Аргунов Паял в третьей партии обидно бывает тогда проигрываешь догоняешь команду потом снова проигрываешь тем самым проигрываешь сет Отпускаешь своих соперников еще ребята из среднекуринского Улуса не расстраиваются лупка на лице я думаю то что Игнатий Прохоров говорит что при одной расстановке проигрываем большое количество мячей пропадает прием после этого приема плохая передача нападающему они уже начинают разбирать игроков своих говорит Сергей Лапки в большей степени попадает играет в источенный угол пятой зоны там где необходимо стоять либо ждать мяч перемещаться к этому мячу начинается четвертый сет счет встречи 2-1 в пользу команды Мегина Конгласского Улуса четвертая партия счет 0-0 «Мегина» работа «Мегина» «Мегина» Субборная команда Мигана Конголаска и Луша по волейболу женщины. Активно болеют за своих ребят, поддерживают, подбадривают. Посмотрим в четвертой партии у кого осталось больше сил. Замен практически в течении трех сетов не было. На подаче команда Мигана Конголаска и Луша подает. Подает Максим Попов на подаче. Показывает либера команды Айала Аргунова, капитана команды, играющего тренера. 0-0. Простая подача. Первый темп. Да. Оставляет мяч в игре. К сожалению, хотел очень аккуратно принять мяч Виталий Бандеров, но, к сожалению, ошибся, допустил ошибку. Сложный мяч достал в защите Егор Винокуров. И опять не поняли друг друга Сергей Лаптёв и Виталий Бандеров. Подарок, можно сказать, для Мигана Конголасской команды. 2-0. Второй брейковый мяч выиграли игроки сборной команды. Но, к сожалению, Максим Павлов ошибается при третьей подаче. 1-2. На переднюю линию вышел Сергей Лаптёв. Основной доигровщик команды Среднеколымского Луса. А на подаче у нас связующий команды. Не смог укротить в защите мяч Ниргун Тарасов. Счет становится 3-1. Сергей Лаптёв ошибается при нападении. Да, пас, конечно, не ахти. Практически пас во вторую, как бы на вторую линию. Ошибка при приеме от либера команды Азина Батюшкина. И первый тайм-аут берет команда Среднеколымского Луса. При счете 1-4. У игроков Микана Кангаласской команды настроение хорошее, боевое. Мы выиграли два сета. Лидирует в четвертом сете при счете 5-1. Поэтому более уверенно начали играть. К сожалению, Иннокентий Андреев задевает сетку. При ударе по переходящему мячу задел сетку. Хотя в суде говорил, что это мячом. Виталий Бандеров на подаче. Ошибается игрок номер 3. При нападении это у нас Андреев Иннокентий. 2-3. 3-5. Извиняюсь. Накат продемонстрировал седьмой номер Винокуров-Егор. Свободную зону. Это у нас первая зона практически девятый метр. Выиграл шестой очко. 6-3. И хорошая подача не справляется с приемом Виталия Бандеров. Эйс в исполнении Игнатья Прохорова. Снова не ждал перевод здесь с двойки по двойку Андреев Иннокентий. Пяч попал в поле. Четвертый номер. Валентин Парилов. Подает при счете 7-4. 4-7. Но допускает ошибку. И дарит команде Мирин Конглас Кулуса 8-е очко. Увы, к сожалению, игроки средней команды продолжают допускать много ошибок при подаче. При доводке мяча до своих нападающих. И опять же оставляет Сергея Лаптева без нападения. Но справляется скидывает мяч в шестую между третьей и шестой зонами. Выигрывает очередное очко. Подает Сергея Лаптева. Подает Сергей Лаптев. Блок смягчает мяч. Подключает Сергея Лаптева. Длинный розыгрыш. И после нападающего удара Гвинокурова Владислава мяч от рук Сергея Лаптева улетает. Вау. Вроде ждал этот мяч Сергей Лаптев. Но чуть-чуть не успел. 9-5. Разрыв увеличивается. Не получился удар первым темпом у игроков среднеколымской команды. Одиннадцатый номер. Владислав Винокуров пробивает мяч между командами. Между блоком игроков сборной команды среднеколымского Луса. Да, они чуть-чуть. Разъемный блок. Ау. Мяч посылается в аут. После подачи Егора Гвинокурова. Эйс. Эйсом выигрывает очередное очко Нюргун Тарасов для своей команды. 7-10. Протирает мокрый пол. 7-10. На подачу Нюргун Тарасов. Центральный блокирующий сборной команды среднеколымского Луса. Нападал Максим Попов. Трос попадает в мяч. 8-10. И опять же неразбериха в игроков с Санитинской команды. Поэтому справляется с блоком. После нападающего удара в Радислава Гвинокурова. Не, снова ошибается. Игрок попадает в трос. Видать, сказывается уже усталость в четвертом сете. 9-10. Таймаут берет команда Мегина-Кангаласского Луса. При счете 10-9. 9-10. Считает счет четвертой партии. На подачу Нюргун Тарасов. Снова не справляется с приемом. И счет становится 10-10. Не успевает на этот отведенный мяч связующей команды. Дюрюстан Варламов. Надо было просто оставить мяч в игре. Не доводить мяч до своего нападающего во вторую зону. 10-10. Поле. Второй судья фиксирует сетку. После нападающего удара Максима Попова. И счет уже становится 15-14. Грамот. 11-10. Команда Средниколинского Луса выходит вперед. В этой партии. Грамотно сыграл данный мяч Алексей Шепелев. Левой рукой нашел брешь между антенной и блоком. И попав, скинул мяч в пустое место. Не успел срегировать на данную мяч Собиа Лаптев. Счет уже 11-11. Владислав Винокуров на подаче. Эйс в исполнении Владислава Винокурова. 12-21. Застоялся либерокоманды при приеме. Снова эйс в исполнении Владислава Винокурова. И счет уже становится 13-11. Не справляется с приемом Сергей Лаптев. Повезло команде Мигана Кангаласского Луса. И уже при счете 11-13. Тайм-аут берет команда Средниколумского Луса. Владислав Винокуров своей подачей принес своей команде 3 очка. И вывел вперед. Равенкоманду делал счет 14-11. Борислав Винокуров. Город 1991 года рождения. Рост 190-183. И опять команда Средниколумского 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 Без Нападения. Подарок. Переходящий мяч забивает игрок под номером 1. Рогинатин Прохоров. И принес своей команде 15-е очко. Блок в исполнении Игнатия Прохорова. И снова передача ему в третью зону. Добивает мяч до пола. Геннадий Прохоров и выигрывает 16-е очко. Хорошая передача. Эх, хорошая подача. Заступь у игроков сборной команды Средниколумского Улуса. И счет уже становится 17-е очко. Не зря ясь. Была оказывается сетка у игрока сборной команды Мегина-Кангаласского Улуса. 13-16 Мяч выигрывает очко выигрывает команда Средниколумского Улуса. 13-16 Подает Андрей Березнев. Сергей Лапкин составляет мяч в игре. Доводка. Подключение второй линии. Сергей Лапкин со второй линии. Сетка у Игнатия Прохорова фиксирует. Фиксирует судья. И мяч и очко на стороне Средниколумской команды. 14-16 Команда Средниколумска после перерыва выиграла 3 очка подряд. Сделала счет 14-16 Не справляется с приемом пятый номер. И опять же Виталий Бандеров видит, что будет сброс в исполнении связующего. Отходит от сетки. Вместо того, чтобы блокировать здесь уже испугались друг друга игроки команды сборной команды Средниколумского Улуса потеряли мяч. подарок в исполнении Алексея Шепелева и очко у команды Средниколумского Улуса 15-17 Разрыв два очка сохраняется. У нас Георгий Сазонов на подаче был мощный удар в исполнении Иннокентия Андреева от блока мяч попадает в антенну и очко в пользу миг на кангуласской команде 18-15 Перелетает мяч через сетку Иннокентий Прохоров в первой зоне в третьей зоне ошибается очередной раз Сергей Лаптев попадая трос 19-15 ошибка при приеме не смог укротить мяч Нюргон Тарасов вроде ощущение что мяч уходил в аут 20-15 и снова Эйс команды мигана кангуласского Улуса и 21-ое очко выигрывает Дзилустан Варламов очень много ошибок совершают игоряки команды среди Кулинского Улуса я думаю что это уже в концовке данной партии сказывается усталость нехватка кислорода заставился после подачи Дзилустан Варламов не успел на переходящий мяч и проиграл 16-ое очко 16-22 Виталий Виталий Бандеров все устал в какой раз у него не выходит силовая подача вот в этом свете 23-16 2 очка отделяет от победы команда Мегана Конголаска улучшила в этой партии хороший прием низковат для первого темпа 24-ое очко зарабатывают игроки Мегана Конголаска команды Игнатий Прохоров Эйс очередной Эйс демонстрирует игроки команды Мегана Конголаска улучшила Игнатий Прохоров ставит точку в этой партии и в этой встрече 4-я партия выиграна Мегана Конголаска команды со счетом 25-16 Спасибо за внимание Очередная встреча состоится трансляция состоится в 11.00 и будут играть команды Терапчинского и Таттинского улусов На этом трансляцию игры Мегана Конголаска команды и Среднеколымского улуса завершаем Спасибо за внимание Спасибо за внимание Терапчинского и Таттинского и Таттинского и Таттинского ИСЕ Garfield и Среднff oma команды acial игр ad cinch компьютер Субтитры создавал DimaTorzok